Первая книга царств, глава двадцать восьмая. Зато и я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в сонами. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гелвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло его сердце. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через умим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, найдите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь в Аэндоре есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, прошу тебя, поваржи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря, жив Господь, не будет тебе беды за это дело. Тогда женщина спросила, кого же вывезти тебе? И отвечал он, Самуила, выведи мне. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, зачем ты обманул меня, ты Саул? И сказал ей царь, не бойся, что ты видишь? И отвечала женщина, вижу как бы Бога, выходящего из земли. — Каков он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала, выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня, и боли не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался твоим врагом? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то и Господь делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг упал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался и сказала, вот раба твоя послушалась голоса твоего и подвергла жизнь своей опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь. Но он отказался и сказал, не буду есть. И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормлен теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресники. И предложила Саулу и слугам его, и они поели и встали и ушли в ту же ночь. Продолжение следует...